Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена и куда. Сегодня хотелось бы поговорить, куда не стоит инвестировать. Поделюсь исключительно своим мнением. В 2023 году точно не стоит покупать недвижимость, и я постараюсь поделиться своей точкой зрения по этому вопросу. Опять же, это моя точка зрения, это мое мнение, вы с ним можете согласиться, можете не согласиться, но я постараюсь его аргументировать, поэтому смотрите обязательно данный ролик до конца. Если вы планировали покупать недвижимость, и особенно, если вы планировали продавать недвижимость, да, потому что на самом деле ролик посвящен больше тому, что у нас происходит на рынке, а на рынке нужно смотреть, что происходит со спросом и что происходит с предложением. Исходя из этого, он будет полезен не только тем, кто хочет купить, но и тем, кто хочет продать, чтобы вы сделали какие-то свои собственные выводы какие есть альтернативы с какими рисками можно столкнуться в ближайшее время и так когда мы говорим про рынок недвижимости почему я говорю не стоит 2023 году покупать недвижимость у нас последние два года импульсом для роста цен на недвижимость было стимулирование ну то есть был задан некий такой импульс который был еще в к вид в 2000 году непосредственно был запущен но он вот как бы с усиливающимся эффектом шел до 2022 года то есть первым импульсом который произошел льготная ипотека поддержка со стороны государства когда государство субсидировал процентную ставку банком то есть для конечного потребителя который хотел купить недвижимость для него была снижена стоимость обслуживания кредита что снизила ежемесячный платеж должно было снизить ежемесячный платеж но буквально в течение полугода после того когда была введена льготная ипотека вот эта вся положительная разница которая бы выражала снижение стоимости ежемесячного платежа за счет того что процентами кредиты более низкий она привела к тому что цена на недвижимости выросла и желающих купить очень много ипотека выдается достаточно легко и соответственно 7 момент на возник высокий спрос ценно недвижимость выросли не просто выросли да они начали расти некими опережающими темпами опять же причиной рост и цен на недвижимость недвижимости был выросший спрос, но спрос вырос некачественно за счет того, что люди стали зарабатывать больше, за счет того, что у людей зарплаты повышались, за счет того, что экономика росла. Обусловлено было искусственно тем, что происходило субсидирование процентной ставки, и рост был за счет, опять-таки, ипотечников, да, то есть не было такого, что человек приходил и за наличные деньги покупал. Ну, наверное, может быть, такое и было, да, но гораздо в меньшей степени. И поэтому очень важным моментом, когда мы говорим о ценах на недвижимость, это качественный рост цены или это количественный рост цены, то есть качество от количества отличается тем, что номинально цена может вырасти, но люди, которые покупают недвижимость, они покупают с каких целей? Первое, есть вероятность того, что цена и дальше будет расти, то есть люди боятся высокой инфляции, и рост высокой инфляции, соответственно, приводит к некому страху, да, это называется инфляционное ожидание, что инфляция, если будет очень высокая, то я через год там за ту же самую квартиру вынужден буду заплатить за инфляцию там на 10% больше, если инфляция будет 10%. И если там каждый год на протяжении 5 лет инфляция будет по 10%, то я, соответственно, квартиру куплю уже там условно не за 10 миллионов, да, а вынужден буду покупать там за 15-18 миллионов через 5 лет. Зачем мне это делать? Я эти риски инфляционные нести на себе не хочу, поэтому я лучше возьму ипотеку, непосредственно буду платить. И эти инфляционные риски, они, соответственно, присутствуют. Почему я говорю про 2023 год? Потому что первым импульсом была ковидная ситуация в стране, простимулировали строительный сектор за счет субсидирования процентной ставки. Субсидирование процентной ставки привело к тому, что стройматериалы, недвижимость непосредственно выросла, кто-то даже на этом зарабатывал, люди зарабатывали. Когда у нас начали ковидные риски непосредственно уходить, льготная ипотека по-прежнему сохранялась, потому что импульс был там достаточно хороший. У нас случилась спецоперация. Спецоперация привела к двум значительным событиям. В первую очередь это связано с тем, что у нас наложились ограничения на финансовый сектор. Ограничения на финансовый сектор связаны с тем, что там многие банки, топовые банки попали под санкции. Второе, удар по экономике. То есть у людей в принципе не осталось альтернатив. То есть какие в принципе есть альтернативы у физических лиц для того, чтобы сохранять свой капитал. Банковские депозиты, недвижимость, фондовый рынок. В принципе, наверное, все. Больше ничего нет. Что у нас произошло в 2022 году? Соответственно, ограничения по банковским депозитам и по банкам, по стабильности всего банковского сектора очень сильно ударило. Второе, фондовый рынок очень сильно упал. И здесь получается, что люди, у которых были денежные средства тем или иным образом, и даже их не было, а они готовы были ежемесячно, например, инвестировать, у них в голове сформировалось, а у меня альтернатив нет. Доллар взлетел до 120, значит будет высокая инфляция. Если будет высокая инфляция, деньги надо как-то защищать. На банковском депозите я этого сделать не могу. Ну как я могу защитить на банковском депозите, когда в начале 2022 года ставка по банковским депозитам там на уровне 6-7 процентов, а бакс там только за февраль-март месяц вырос там с 60 до 70 до 120. Потом качели. Доллар, соответственно, резко пошел вниз. И здесь получается отсутствие альтернатив. Фондовый рынок очень рискованный, с банками очень рискованно. Я пойду на рынок недвижимости. И какой-то остаток вот этого, то есть то, что было. Он опять вырылся в недвижимости, она дальше начала расти, потому что продавать никто не хочет, а покупать надо кому-то. И соответственно, когда мы смотрим в год 2023, то есть почему я говорю, что сейчас стоит, наверное, воздержаться от покупки недвижимости. Соответственно, будет обратная тенденция. То есть людям надо будет, ну очень много кто покинул страну. То есть и здесь встает вопрос, что в 2023 году очень многие для себя дадут ответ на вопрос, я возвращаюсь в Россию, или остаюсь за рубежом. И опять же, остаюсь за рубежом, это люди, у которых, в принципе, как правило, была куплена недвижимость. Эти объекты появятся, появятся на рынке. Второе, есть застройщики, которые из-за вот этого бума, потребительского бума, взяли новые площадки, взяли новое строительство, которое непосредственно нужно возводить и нужно продавать. Причем с использованием уже скорых счетов. То есть это банковские деньги, за которые кредит нужно обслуживать. Третье, будут появляться некие альтернативные доходности. Альтернативные доходности в облигациях, в замещающих облигациях. То есть где люди могут очень спокойно на 3-5 лет получить приемлемую доходность, которая перекрывает инфляцию. То есть вот в этом видео мы говорили про замещающие облигации, говорили о том, что здесь можно 30-40 процентов заработать рублевой доходности. Если я могу в замещающих облигациях заработать 30-40 процентов рублевой доходности, то в качестве альтернативы, смотря на свою недвижимость, я должен себе четкие дать ответ, что недвижимость на сопоставимом горизонте инвестирования может не обеспечить сопоставимую доходность. И тогда возникает вопрос, вот вы сами люди, кто сейчас планирует купить недвижимость, вы верите в то, что от текущих уровней вы в следующие 2-3 года заработаете там 30 процентов хотя бы доходности или нет? А люди, которые продают недвижимость, ответьте на себя вопрос. Вы сами верите в то, что цены на недвижимость восстановятся? И самое главное, вопрос спроса. То есть у нас льготная ипотека по-прежнему сохранилась, но существенно ограничилась, ставку повысили с 7 до 8 процентов. Возникает вопрос, а у нас в принципе что с экономикой происходит? То есть экспортеры им прибыль ограничивают по нефти и газу. То есть по нефти ввели предельную цену, по газу соответственно особо не экспортируется. Что в принципе с экономикой, за счет чего она будет расти? Кто будут теми людьми, кто будет покупать недвижимость? Потому что для стабилизации цен, пускай она даже не будет падать, пусть она останется на месте. Вы должны понимать, что чтобы цены на недвижимость остались на прежнем уровне, у вас должна быть ситуация, при котором количество покупателей недвижимости будет равняться количеству продавцов недвижимости. Но если мы понимаем, что у нас есть некий навес предложения, то что люди готовы будут продавать, то есть вот эти вот давление продавцов, которые будут оказывать давление на рынок недвижимости, на цены на недвижимость, оно должно компенсироваться количеством покупателей. Я вижу в настоящий момент, что желающих продать гораздо больше, чем желающих купить. Плюс у недвижимости очень существенно снижается арендная доходность. Но если мы не говорим о каких-то там отдельных историях, где вы вкладываетесь, мы говорим про жилую недвижимость, я не говорю сейчас про сельхозземлю, про коммерческую недвижимость, где снижается еще и рентная доходность. То есть опять-таки налоги увеличиваются, бюджет нужно пополнять на недвижимость, в том числе на имущество. И здесь с увеличением расходов на недвижимость, коммунальных платежей, проведение ремонта, который нужно сделать для того, чтобы недвижимость по-прежнему создавать в аренду. То есть рентная доходность, чистый доход, который получается от сдачи недвижимости в аренду, тоже снижается. И тогда люди тоже смотрят на альтернативы, а могу ли я где-то в другом месте получить больше. И получается, что сейчас очень много вариантов, где можно получить альтернативную доходность в 2-3 раза выше рентной доходности от классической недвижимости. И поэтому я сейчас говорю больше о том, что будет много продавцов, кто покупал недвижимость в инвестиционных целях. И я вижу, что состоятельные люди, с кем я общаюсь, они с недвижимостью очень активно расставались в конце 2022 года. То есть сейчас, по сути, находятся в кэше, преимущественно это какой-то долларовый, квази-долларовый через замещающие облигации, через покупку золота. Если сейчас высокое предложение, то значит цены должны опускаться. Так может быть сейчас запрыгнуть в эти время-ку дешево купить квартиру, а дальше потом уже, когда все восстанавливается, на ней зарабатывать? Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, что есть спекулятивный рост цены. Спекулятивный рост составил порядка от 20 до 40 процентов. Есть некий такой качественный рост. И рынок недвижимости, он более инертный, что ли. То есть, как некий такой, вот если представить, рынок недвижимости, это, наверное, авианосец, а не знаю, фондовый рынок, да, это какой-то скоростной торпедный катер. Потому что, ну то есть, есть рынок недвижимости, на нем очень много людей, он достаточно емкий. И второе, ну то есть, мы видим, да, что когда рынок встает, некое такое плато, и это плато, оно обусловлено чем? Тем, что продавцы недвижимости, они смотрят на цену своей недвижимости год назад, бумажную, которая была на объявлениях, и они хотят по этой цене продать. Покупатели по этой цене не могут купить. И, соответственно, происходит такое плавное инерционное снижение, да, то есть, по всему рынку. Это же не один человек, да, это сотни тысяч и сотни тысяч человек, да. То есть, получается, плавно средняя цена, она постепенно снижается. И она будет снижаться до тех пор, пока не появятся покупателя. И здесь очень важно, да, то есть, по какой цене люди готовы покупать. И я не спорю, что можно купить, допустим, недвижимость уже с дисконтом там 20%, 30%, особенно если мы говорим про вторичку, да. Но мы не знаем, когда вот это вот погружение цены, да, то есть, снижение ее, да, когда оно остановится. И, как правило, опять-таки, ну то есть, если представить себе там метафорично, да, как некий такой поплавок, да, который нагружается. Вот предложение, оно как бы нагружается, 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 и оно плавно идет. Но нет такого, что человек видел, что у него квартира стоит, я не знаю, там 20 миллионов рублей. К нему пришел покупатель и говорит, слушай, ну за 20 миллионов купить не могу, могу за 12 купить. Давай, да. То есть, такого не происходит. Он все равно, когда услышит 12, он скажет, иди лесом. Потом к нему еще в течение месяца еще 5 покупателей придут, и все скажут 12. Вот тогда, ну может не 12, но вот если придет покупатель, скажет 12, я скажу 15, возможно, я согласен буду продать. Или 16 согласен буду продать. Но потом он увидит, что и по 16 не покупает. И начнут приходить покупатели, которые уже 10 готовы предложить. И тут начнется мандраж уже. Потому что приходят, и он понимает, что реальный спрос, он вообще находится там, ну не то, что на порядок, да, он находится на 30-40% ниже текущей цены даже. Причем они будут, говорит, за 10 миллионов и в ипотеку льготную. И поэтому получается, вот она, инертность от этого и зависит, да. То есть, нет такого, что человек там послушал Максима Петрова на канале, сказал, все, блин, недвижку сейчас по-быстрому продам, куплю себе замещающие облигации золотом и будет мне счастье. Он посмотрит, оценит, да. То есть, первое, он выставил цену, вообще звонков нет. С риэлторами я общаюсь, говорит, вообще звонков нет, а деньги получать надо. Соответственно, начинает делать дисконты. Сначала там в объявлении приписывается торг, после того, как опять нет звонков, снижают цену там на 5%. И то есть, риэлторы говорят, а давайте снизим, а давайте снизим, давайте хотя бы посмотрим, по какой цене хотя бы спрос начнется, люди хотя бы интересоваться начнут. Люди начинают интересоваться и готовы предложить там на 20-30% меньше, да, и человек сразу на это не идет. И поэтому, почему недвижимость в какой-то степени интересна, да, что мы понимаем, что тенденция такая намечается, что предложений будет достаточно много, и самое интересное, что это не произойдет, как на рынке, да, то есть, акция упала на 50%, а в следующий год плюс 100%. В недвижимости такого не происходит, то есть, это идет более растянуто. Кстати, вот в этом ролике, по-моему, да не по-моему, а точно, мы как раз-таки говорили инерция, то есть, сколько временной промежуток времени происходит между падением рынка, фондового рынка российского, и падением цен на недвижимость, да. Рынок, когда падает в трамп-терроры, падение более 50%, временной промежуток времени, это где-то полгода 9 месяцев занимает падение, и после падения еще 6 месяцев консолидации. Что значит 6 месяцев консолидации? Рынок очень сильно упал, боты прошел, да, реки крови, люди растеряли активы, у кого остались деньги, они не готовы покупать, потому что думают, что еще меньше, то есть, идет некий полгода некой такой стабилизации, то есть, рынок упал через 2 волны падения, и потом он 6-9 месяцев вот находится в неком таком боковике, растет, падает, но качественного роста нет. С задержкой в полгода 12 месяцев за ним падает недвижимость в 2 раза меньше, то есть, если рынок упал там на 60%, недвижимость падает процентов на 30%, и тоже зависает в этом боковике, да, то есть, потому что, получается, у людей нет ориентира. Продавцы видят, что цены упали, они по этой цене продавать не хотят, они должны с этим смириться как-то, они должны в себе согласиться, они должны найти альтернативы, альтернатив нет, потому что страх везде царит, а покупатели покупать не готовы, потому что они думают, что упадет еще сильнее, то есть, нужно понимать, что рынок просто переворачивается с ног на голову. Продавцы не хотят продавать с дисконтом, и у них в голове просто должно пройти некое принятие ситуации о том, что он этот актив не продал за столько, сколько он видел вчера на Авито или там на Циане. Обратная эта история, после того, когда уже произошло снижение, покупатель оказывается в обратной ситуации, да, то есть, он видит, что цены достигли прикольного значения, что, в принципе, при очень равных условиях он готов это купить, но он не покупает, потому что считает, что будет еще дешевле, и он упускает эту возможность. И поэтому единственное, что может спасти от этой ситуации, это диверсификация. То есть, также недавно в видео, вот в этом мы говорили о том, что американский рынок акций или российский, я говорил о том, что нужно или убрать. Точно так же я говорю и по поводу недвижимости, нужно убрать или. То есть, нужно иметь портфель по возможности, просто недвижимость, ее недостаток заключается в том, что он как единый комплекс продается. То есть, если у меня инвестиционный портфель, я не знаю, там, 5 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей вложены в недвижимость, к примеру, я говорю, а 3 миллиона в другие классы активов, очень сложно соблюдать баланс вот этой вот штанги. Но нельзя продать отдельно там кухню, отдельный коридор, да, то есть, я вынужден продать весь комплекс имущественных, если мы говорим именно о жилой недвижимости. Это, соответственно, то, с чем мы столкнемся в 23-24 годах, то есть, вот эта вот ситуация, когда будет сначала неприятие, протест, люди не будут верить, не будут готовы продавать, но экономическая ситуация будет поджимать, поджимать, реально располагаемые доходы будут уменьшаться, да, кто-то примет решение дополнительно эмигрировать, да, кто-то вернется непосредственно на рынок, кто-то, люди, кто живет за границей, соответственно, есть риск того, что не будут получать рентные доходы с недвижимости, да, и они будут соглашаться с тем, что они будут продавать эту недвижимость, Плюс тут же еще, что дополнительно давит на рынок российской недвижимости, то, что альтернативы для людей, которые уехали за границу, для них растет стоимость аренды, потому что туда прибывают все новые и новые люди. Там растет цена на недвижимость, и здесь тоже некий такой жареный петух, который венное место клюет, потому что люди говорят, блин, окей, я принял решение, что я не вернусь, мне надо недвижку продать. Она как бы не продается, но у меня здесь, в Турции, в Ереване, у меня цены на недвижимость растут, и пофиг, я тут давайте продам с дисконтом, чтобы здесь хотя бы что-то попытаться урвать, купить. И поэтому этот дисбаланс, он тоже присутствует, да, если эти предложения начнут вываливаться на рынок с дисконтами в 20-30%, это может привести к тому, что весь рынок может посыпаться, да, потому что покупатель, он реально будет видеть эти офферы, которые сначала будут уходить достаточно быстро, но при этом будут покупатели останавливать от покупки, потому что он будет говорить, блин, ну появляются предложения, да, то есть они быстро уходят, но появляются. Опять же, это мое мнение, да, то есть я высказал свое собственное мнение по поводу того, почему не стоит. Что касается жилой недвижимости, лично я считаю, что в следующие три года будет хорошая возможность, будут интересные классные объекты, и здесь к этому надо просто быть готовым и иметь альтернативу, да, то есть если сейчас есть деньги на покупку недвижимости, не в ипотеку, самое шикарное положение, да, то есть здесь имеет смысл непосредственно прийти на конференцию к нам, да, то есть мы расскажем там, какие есть те же самые замещающие облигации, как золото покупать, какие акции российские компании имеет смысл брать, иностранных компаний, заработать там в среднем 20-30% по итогам там, среднегодовой доходности по итогам следующих 2-3 лет, ту квартиру, которую человек смотрит в настоящий момент, он сможет там через 2-3 года или 2 такие квартиры купить, или купить просто квартиру в 2 раза лучше, чем есть на самом деле. Поэтому это хорошее решение, да, особенно у людей, которые есть деньги, и они думают, каким образом их можно припарковать сейчас, это или прийти на конференцию, или купить запись конференции, на которой мы говорили, какие активы в 23-м году позволят вот, ну, как минимум улучшить свои же личные условия там в 2-3 раза, в том числе, может быть, одну квартиру купить себе, другую там для сдачи в аренду купить. Приходите, ссылка внизу под данным видео, забирайте запись, я думаю, что она может быть полезна, и будете отличным решением на 2023 год. Ну, а сегодня у меня по этому вопросу все, если вы не согласны с моим мнением, ребят, если это аргументированно, а не из разряда, что он там съел, что он выкурил, да, то есть, если это действительно аргументированное мнение, высказывайте, готов обсудить, готов ответить. Может быть, пригласить эксперта, которого вы считаете достойным, чтобы обсудить данную тематику, я буду только рад. У меня же на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока. Продолжение следует...